Строительство многофункционального спортивного комплекса. Проект здания администрация уже представляла на комиссию. Тогда возникли вопросы по парковке и антитеррористической безопасности. Но, как отмечают специалисты, переживать не стоит. Для автомобилей предусмотрены 77 мест, а безопасность будет обеспечена. Объект оборудуют специальными средствами охраны, видеосистемой, металлорамками. В раздел проекта антитеррористических мероприятий прошел экспертизу в составе проектной документации и полностью соответствует требованиям действующего законодательства. Информацию приняли к сведению, дали отчет по развитию зимних видов спорта. Сегодня в Невсюганске действуют отделения по хоккею, биатлону и лыжным гонкам. Здесь занимаются более 600 человек. Однако из-за плохой оснащенности объектов мы не можем принимать у себя крупные соревнования. Есть понимание развития этих видов спорта на территории нашего муниципального образования. Нам остается немножко привести в порядок те нюансы, которые сегодня у нас тут возникают. Следующий вопрос о состоянии памятников. Начиная с 25 апреля композиции начнут приводить в порядок. Запланирован текущий ремонт. Работа это по мойке, очистке от мусора, удалению разного рода надписей. А также по скульптурной композиции «Вечный огонь» в третьем районе будут выполнены работы по ремонту газогрелочного оборудования и покраске звезды. Это касается в первую очередь памятников верным сонам Отечества, воину-освободителю, а также стеллы воинской славы и архитектурной композиции в честь 70-летия Победы. Депутаты приняли информацию к сведению и вынесли на рассмотрение Думы.